Как быть, если условием своего прощения человек выдвигает невыполнимые требования? Да, интересный очень вопрос. Действительно, мы с вами можем сталкиваться с таким явлением, как, в общем-то, ну, наверное, издевательство над нашим с вами прощением. Издевательство может быть над нами с вами, или человек думает, что прощение может быть именно только при таких условиях. Если условия невыполнимы, то мы должны с вами рассмотреть два положения. Есть состояние прощения и есть состояние примирения. Примирение – это тогда, когда два субъекта, находящиеся в ссоре, в каких-либо препирательствах и выяснении отношений, заключают мир между собой и начинают договариваться о продолжении совместной какой-либо деятельности. По работе, дома, неважно, в общем-то, где, они договорились, как говорится в народе, хлопнули по рукам и, в общем-то, не помня прежних обид, или пытаясь их забыть, эти прежние обиды, выстраивают или заново деятельность, или продолжают ее, в общем-то, в том понимании, как они это могут сделать. Это называется примирение. Но есть еще прощение. Прощение – это всегда односторонний акт, зависящий или независящий от того человека, у которого мы просим прощения. Мы можем попросить прощения у человека, чтобы он нас простил, то есть не помнил зла, хотя, может быть, он уже будет опытным человеком и так к нам обращаться не будет, или мы не будем обращаться к этому человеку. Но прощение – это всегда односторонний акт. Прощение совершается в сердце человека. Оно может совершиться у одного объекта, ссоривающегося с другим, а у другого может не совершиться. Он также может таить на тебя злобу, он точно также может таить на тебя обиды, ну и что угодно, замысливать коварные какие-то действия, а в твоем сердце прощение уже наступило. Там наступил уже мир, там наступила уже благость по отношению к другому человеку. И требование, что я прощу, если ты будешь, выполнишь такие и такие условия, это немножечко наигранное состояние. Прощение – это личный акт моего отношения к близкому человеку. Этот близкий человек даже может и не знать о том, что я уже в сердце его примирился. Может быть, он и не хочет знать, примирился, ему это не важно. Он так и будет вести против тебя военные действия тоже внутри себя, а ты его уже простил. Поэтому прощение и примирение – это две совершенно разные вещи. Примирение – можно так сказать полноценное налаживание взаимоотношений с другим человеком. А вот прощение – это тот сердечный мир, о котором говорит Господь, что блажение – миротворцы. Он называет миротворцев счастливыми. Дорогие телезрители, будьте очень счастливыми людьми. Ни на кого не обижайтесь и старайтесь ни с кем не ссориться и не ссорить друг с другом, кого бы то ни было рядом с вами находящихся. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...